I have ways of blowing things off А, зажимать, не кликать, а зажимать Все, я понял На самом деле, все равно клавишами удобнее Я потом немножечко пересмотрел прошлую серию Да, там же чувак нам говорил, что они занимались исследованиями влияния брома или чего-нибудь на солдат Это было Министерство исследований Я что-то закинул, что это солдаты, армия Вообще, первый рабочий день я отработал вообще очень плохо Поэтому дальше постараюсь быть повнимательнее Тележка, отчет Взяли, задание обновлено, супер В Министерство ракович Ракович Не буду говорить про те Так, эти тележки, это чужие тележки, их трогать не могу А, погодите Мне показалось, что это окошко более прозрачным, чем это Я так понимаю, что если так пойдет, то денег мне особо не видать А деньги мне, возможно, понадобятся, как в прошлой игре Так Магда Что еще? Отдай документы Джордж Хемниц попросил меня передать вам документы Если вы в них не заглядывали Блин, надо было, наверное, ладно Нет, это не интересно Я не спрашиваю, интересно или нет Ознакомление с документами, на которых стоит вот такая печать без допуска к секретным документам Может стоить вам свободы и даже жизни Я понятно изъясняюсь? Вполне, но я предпочитаю не совать на чужие дела Не все равно, что и куда вы суете Есть правила, регламенты и инструкции Которые необходимо соблюдать, если вы хотите задержаться в министерстве больше, чем на день В случае ошибки вас не спасет ничто Даже ваша фамилия Что не так с моей фамилией? Еще здесь продолжайте испытывать мое терпение Извините, уже ухожу Вот эти вот, да, тетки, которые сидят и считают себя кем-то Ты простая, это секретарша Короче, ладно Если у меня будет шанс ее подставить, я ее подставлю Такие люди мне очень не нравятся С хемницом на улице, пойдемте с хемницом на улице Поговорим С И не знаю, стоит ли мне На мое рабочее место я туда уже не вернусь сейчас Купить пирожок я, пожалуй, наверное, не хочу Может, я могу еще потрепаться с ней? Поговорим по всем, закончить разговор Можно купить полезный предмет Поговорить карту Да-да-да, дальше Ясно, понятно Офигеться, чувак, ты успел далеко у тебя У меня тут ничего типа, карты нету Ну ладно, пока что не особо, где заблудишься Игра линейная Ну ладно Простите, это Морис, который мы спасли Ну, спасли, помогли В прошлый раз Спасли, блин Ну и чем? Это я, неуклюжий Морис Помните мне, вы помогли мне собрать бумаги Это все остальные игнорировали Я обещал благодарить вас Вот, это немного, но все, что могу Книга лучший учитель С ее помощью вы сможете обладать новыми навыками О, спасибо, Морис, я вам очень признателен Вам спасибо За 15 лет, что я тут работаю Первый, кто не прошел мимо Мне дали книгу Так, погодите Инвентарь Вперед в министерство Унок вождя Первый этаж Книга Методы спасения госимущества Новый навык Взлом Ригельных замков А мне-то надо как-то применить У вас еще нет А, карта все-таки тут есть Просто она не на таблоке Я понял, навыки Вот я пока Вроде ничего сделать не могу Поговорите с хемницам Унок вождя С хемницам на улице А, так А вот с этими ребятами говорить Растение в горшке Почему-то я могу его трогать Но не могу Бюст вождя Поклоняться Да-да-да Сейчас, блин 5 минут отдать на это Я что, какого-то А, это я еще даже не вышел Ёлки Это я еще даже не вышел Точно А что я думал, что я Да, вот же выход Труп нашего батя тут лежал Хемниц, блин, ты где? К тебе уже 3 года иду Вот ты где, наконец-то А что невозможного-то? О чем ты хотел поговорить? О, я хотел говорить про твоего отца То, что с ним произошло ужасно Я должен тебе кое-что рассказать Слушай Ну что, тебе расскажу Сейчас знает не больше 20 человек в стране Я сильно рискую Посвящаю тебе хоть какие-то детали Я потому очень прошу тебя Никому ни слова, хорошо? Выкладывай О, как ты знаешь Несколько лет назад Мне назначили проверяющим по итогам Но вместе с этим Меня привлекли к работе шестой отдел Привлек к работе шестой отдел Шестой отдел Это же сказка для обывателя Миф Самая главная хитрость дьявола В попытке убить людей Что его нет Шестой отдел считается Вымыслом Именно потому, что его руководитель Так решил, если быть точнее Так решил твой отец Ну, хорошо Отец руководил шестым отделом И чем вы там занимались? Тогда был запущен секретный проект Хеймдаль Который руководил твоим Которым руководил твой отец Так мы и познакомились Я всегда был очень хорош в цифрах Поэтому меня привлекли Для оценки статистических погрешностей Возможных последствий Он мало рассказывал о себе Но несколько раз упомянул о том, что у него есть сын Но тем на ненем так горели глаза Он гордился тобой, поверь мне Что он еще говорил про меня? Мы не общались последние 10 лет Он упоминал, что вы не поддержите Но всегда надеялся, что когда-нибудь Ты присоединишься к нему Почему ты так считаешь? Потому что за несколько дней до смерти Он написал тебе письмо Такое чувство, что он знал, что с ним что-то случится Письмо? Ну, у тебя с собой? Нет, он дома И я не ожидал, что ты бьешь так скоро Я отдам его тебе завтра И расскажу обо всем, что знаю В каком-нибудь тихом месте И еще биометрический сейф Уж не знаю, что внутри Наверняка что-то ценное Спасибо, Джордж Я не знаю, как тебя было гореть Не стоит Я вам твой отец был добр Ко мне, это меньше Что я могу для тебя сделать А что за проект? Эндель, что это был за проект? Не здесь, они сейчас Слишком опасны Нужно убрать тихое место И в следящее время Как еще завтра? Я расскажу тебе Все это с нами Реши, что делать с этой информацией Дружище, у меня Очень сильные подозрения Что мы с тобой больше не увидимся Спасибо, что рассказал про отца, Джордж У нас еще будет время поговорить До завтра Вот да У меня такое четкое ощущение Что мы тебя больше не увидим Ну, обычно с такими людьми Которые говорят, что секреты будут завтра С ними что-то случается Итак, полицейский и дядька на заднем фоне разошлись А мы пойдем, наверное То есть выход с локации Это завершение дня, да? Я так понимаю А, у нас... Оооо Получено письмо от отца А, получить письмо от отца А, погодите Это моя квартира Стол Телефон То есть оно как бы Как бы трехмерно Хотя на самом деле двухмерно Телек я не могу посмотреть В принципе, я думаю, что квартира сейчас будет неактивна Книжный шкаф Кровать Да, я просто... Ой, коверности И это класс Д Это типа в это... Это хорошее жилье, если что, ребят Ладно, договорились Осторожность никогда не бывает лишней Открыть Иван, я так рад тебя видеть Ты меня помнишь? А, нет Я не помню вас Я дал мне друг твоего отца, Эбон Мы с ним работали Бок о бок Джеймс Каннингем И дружили на протяжении многих лет Я часто бывал у вас дома Неужели не помнишь? Блин, не помню, дружище, честно Он пекла невероятно вкусные пироги С ревенем С ревенем Ну, умерла много лет назад Я знаю Я был на ее похоронах А теперь и на похоронах твоего отца тоже Почему мне не сообщили? Почему лишили возможности попрощаться с ним? А если смерть твоего отца, они все так просто Я потом... А, потому... Кто-то на самом верху решил поскорее закрыть дело И поэтому я пришел к тебе Нам нужно обсудить твою работу Как твой первый рабочий день Все слишком быстро изменилось Еще неделю назад я планировал приехать к отцу в гости Познакомиться с его семьей А опоздал даже на его похороны Я могу... Да, я могу отсюда смотреть Не прерывай разговор Каннингем Возраст 50 Да что у вас с возрастом 50? Смотрите 48 50 47 То есть все вот они в районе 50 Знаю, мой отца гораздо лучше, чем я Хорошо, минуточку Записи, которые у нас делаются здесь Мы их можем воспринимать как факт? Или это предположение? То есть могу ли я на них опираться, делая какие-либо выводы? Не, это интересно Так, ладно Понимаю, Эвен, вы с ним так и не помирились Не успели К сожалению, если бы я заранее знал, насколько все серьезно устроило бы это назначение гораздо раньше Так это вы устроили этот период в министерство? Именно так Но как ты догадываешься, сделай это не за твои красивые глаза Эдин, где твоя семья? Все хорошо, они сейчас в рейдинге, у родителей Мирям Рейдинг? Не самое подходящее место для девушки с ребенком Там же сплошные угольные шахты да агрессивные работяги Я сам это понимаю, нужно поскорее подготовить квартиру для их приезда Ладно, я готова ответить на все твои вопросы А сначала Давайте вокруг да около походим в министерство Почему я должен тут работать? Зачем вы перевели меня сюда? Видишь, мне нужно в министерстве свой человек Зачем? Если вы так легко можете выбирать назначение Выбить назначение туда, то у вас вполне хватает там своих людей Мой отец разве не был своим? Во-первых, направить это было как Как угодно, только нелегко, понятно А во-вторых, мне нужен тот, кому я могу доверять Для чего же? Я руковожу ведомством, которое занимается контролем органов власти ОВР Органы власти, ну да Отдел внутренних расследований Именно так И моя главная цель выяснить, кто в верхних эшелонах власти служит на благо народа А кто порочит имя вождя Получить эту информацию может только путем внедрения туда своего человека Поэтому мне нужен ты Медленно и верно карабкаясь послуживая на лестнице с самого низа Ты выяснишь все подноготное министерство Сейчас, а что по квартире? Что это за жилье? Обычная министерская квартира среднего класса организовал ее для тебя Что с имуществом моего отца? Ну и что отца арестована, пока идет расследование Знаешь, я бы на него не рассчитывал Итак, квартира, где мы жили, пока мама была жива? Да, боюсь, мне уже засели новых жильцов Прости, что приходится говорить об этом Стервятники Ладно, эта-то квартира моя? Вряд ли, это же не так работает в гамминистических режимах Нет, Эрон, ты живешь в ней, пока работаешь в министерстве Ты обязан оплачивать все счета Иначе тебя выкинуть, как собаку из конуры Считаю, что ты законспирированный работник ОВР Придется играть по правилам, чтобы не привлекать лишнего внимания Сегодня я плачу твои счета Но завтрашний день от тебя перейдется платить за счет Это... Нет! Блин, деньги! Нет! Каждый день! Ты знаешь, какая сурованность Министерства жилищного распределения Даже маленький долг ведет к аресту Уважение к труду и коллективной собственности и все такое Кроме того, в очереди на эту квартиру стоит 603 человека В обед проверял Черт Ладно, что там с отцом-то? Джеймс, у вас есть какая-нибудь информация по смерти отца? Почти ничего нет В этом каким-то образом замешан начальники этажа Это все, что я знаю Я не могу провести полноценное расследование Ну почему? Ведь расследование то, чем занимаются вы и ваше ведомство Эван, единственным человеком Министерства был твой отец Видимо, он нашел какую-то очень важную информацию И они его убили Каждый раз этот звук как будто зажигалка зипа открывается, если что Если мы зайдем через парадную дверь, они просто спрячут все улики Так что расследование внутри Министерства и расследование смерти отца Это одно и то же дело Верю я ему или нет? Вот в чем вопрос Каннинге Его сломают не бескорыстный поступок Знал моего отца гораздо лучше, чем я Предлагает мне принять участие в расследовании Ну критиковать его глупо, типа Ну что, мы вот сейчас приехали и будем его критиковать Даже если я не согласен с его поступками Критиковать его в открытую сейчас глупо А других, собственно, опций у меня нету Ну давайте предложим помощь Я хочу помочь вам Я слушаю, надежда, компромат на этих сволочей Выяснишь, кто виноват в смерти твоего отца А я прослужу за тем, чтобы они понесли суженное наказание Мне кажется Мне кажется, ты, дружище, и твое ведомство Как раз батю и грохнули Потому что Почему? Потому что он хотел обнародовать какие-то данные Исходим из того, что наш батя был честным и хорошим человеком Он участвовал в каком-то проекте В каком-то изобретении Которое Он считал, что станет лучше Ну Что это будет хорошее изобретение И принесет пользу народу А его изобретение, я так понял, что используют во вред народу Он это осознал и хотел все исправить То есть Что-то или сломать, или испортить, или это Его засекли и выбросили из окна И мне кажется, как раз, ребятки, вы этими занимались Поэтому, наверное, пока что Прикинусь, что я работаю на вас Побуду двойным агентом А потом, когда выбор будет за мной Я надеюсь, что мне его дадут Тогда я уже подумаю Хорошо С чего начать? Я не детектив, чтобы искать улики Главная задача слушать, что они говорят Записывать все Задавать нужные вопросы И изучать профессию и коллег Ну, да, создавать досье Спешить тебе особо некуда Поэтому вливайся в коллектив Узнавая, что им интересно Говорят, сейчас все смотрят сериал Так вот, ты тоже начинаешь Будет что обсудить Тот самый момент, когда ты в жизни Пытаешься избежать просмотра сериалов Потому что они тупо пожирают время И тут тебе в игре говорят Чувак, смотри сериалы. Будешь что-то обсудить с новыми друзьями. Кстати, я оставил книгу в твоем книжном шкафу. Помимо общей информации об интерфейсах терминалов, там можно найти несколько способов взлома простых паролей. О-о-о! Звучит интересно, кстати. Полученное задание. Поговорите о Хемнице. Не рассказывать. Нет, я не буду говорить тебе о Хемнице. В терминальных коллег можно найти много полезного чтения. Конечно, займет время, но оно окупится. Получить навык взлом терминала Патриот. Получить письмо от отца. А как получать навык? Может мне сейчас расскажут, кстати. Не, я не буду говорить о Хемнице. Я тебе не доверяю, чувак. Закончите разговор. До свидания. Давай. До самого свидания. Что за симулятор реальной жизни? В смысле... Так, посмотреть сериальчик. Я что, буду стою его смотреть? Купить! Приключения патриотов! Ходячие борецы... Молодые патриоты, сотрудники министерства... Страсти по вождю! Романтичные девушки, сотрудники министерства. Целевая аудитория, романтичные девушки. Я не знаю романтичных девушек. Сотрудники министерства знаю. Сотрудники министерства активные молодые люди знаю. Такой молодые патриоты, сотрудники министерства. давайте я пока вот просто посмотрю вот это я не уверен хочу ли я покупать типа да у меня сегодня есть сотка и все дела но давайте-ка я навык выучу так вот работа работа терминала винтом 1 аннотации новый навык взлом терминалов патриот и вот это надо почитать спасение госимущества новый навык взлом региа ригельных замков это получается я трачу время на прочтение я мог это не прочитать сегодня или часть можно будет взломать любой терминал с картинками но у меня-то дома терминалов нету чтобы взламывать правильно вообще уже спать пора все давайте вроде все что можно было дома сделать я сделал давайте спать взломать терминал и поговорить опять работает да и в 5 это сохраняшка работает супер а какие-то обожаю стандарты игровые они распространяются абсолютно все так получается я теряю только время чаще всего до вряд ли меня кто-то сюда пустит хорошо нужно еще учесть что тут проходит проверку и тут нельзя лифт здесь это же ничего не могу сделать просто ждем вожди без ладно да 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 как мы обожаем вождя д пожаром и сограждане дорогие друзья а без меня ты дальше говорить не можешь фулашара ладно сегодня мы забрали все вместе рука к руке плечо к плечу все ради особого случая мы хотим наградить человека у нас огромная уникальная прекрасная страна с обвиняют общей заботы общей радости обвиняют давние добрые традиции награждать по заслугам в кругу друзей с надеждой на самая лучшая речь о вашем коллеге товарищи хем не ну да главное мы верим себя в свои силы и свои страны мы работаем работаем успешно у нас многое получается хотел бы с кем поговорить вас дорогие друзья за победы и достижения за понимание доверия за настоящими сердечную заботу о нашем великом государстве сегодня каждый из нас может стать немного лучше для этого просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям окружающим внимание забрать своих детей свою семью уважать коллег по работе оберечь дружбу защищать правду справедливость быть милосердным помогать тем кто ждет поддержки но главное никогда нельзя придавать дело нашей великой нас ведь каждого ждет награду соответствующие его деяния слава нашему великому государству мира пустыта нашей общей великой родине счастья вам здоровья благополучия ура ну как собственно да я и говорил что вас славь солнце вас славь солнце что хемница мы уже не увидим ладно я немножко ошибался мы его увидели но уже не живым спасили мне на глазах ну спросите у кого-нибудь что тут происходит магда ракович должна сейчас блин раковище будет что-то рассказывать смешной блин расспросить ракович блин ну да я же говорил что вот все схемница боролся я не хочу с ракович разговаривать это с ракович блин а что я буду делать с этим цветком растение биометрический сейф наследие я его спрячу это наверное очень глупо но квартира не моя и там что-то прятать я не знаю почему это сейчас сделал не спрашивайте просто мне кажется что там будет безопаснее меня будут обыскивать квартиру будут обыскивать послушаем что они говорят 10 минут вот ничего решит я ему говорю с таким авторитетом как у тебя лучше с курьером встречаться буду а он что пошел зарабатывать в карательную комнату записался этих каких в общем шпионов ловит но ты стерва я себе цену знаю ты ты себя в зеркале видела цену она себе знает блин торговый автомат так взломать терминал что-то бы можно потреблять еще поговорить дорогой ли министерство погоде поговорить о семье мне вообще нету да 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 очко уважения меня я просто тряпка так ладно тележка рабочее место а где мне взлом замков то понадобится я еще успею на свое рабочее место пойдемте к этой ракович я очень не хочу к ней идти но надо хочу тут очередь станьте и ждите в конце хорошо подожду вообще ни разу не хорошо но ракович давай так что еще охемница обо всем сделать комплимент очаровательно выглядеть и перебегите комплименты для дурочек вроде м и хазар на меня не действует ничего плохого ничего хорошего зато не выйдет на погоде мы погодить петерологи предсказали ясное небо петерологи от научные обоснования научные обоснования нервных прогноза мерите прогноз погоды прогнозов то что вы ожидаете от погоды то что ожидать от только что вы получаете не вижу смысла на тебя на пустые ожидания хорошо должность relentless когда вам нравится ваша должность работу создана не для того чтобы нравиться для того чтобы ее делаем не все таки и это меня за и это от меня зависит это сейчас сами или вы вас ведет так раза то что что вы отвлекаете людей от работы. У нее нет семьи, наверное. У вас есть семьи? Малый человек, вам не кажется, что вы суть множества в свои дела? Я просто пытался быть вежливым. Что значит, это хорошо организованная равнодушие. Продолжить в том же духе и вас обязательно возненавидят. Как бы я тебя уже ненавижу, если честно. Поговорите о Хемнице. Хемнице казнили. И ты пришел сюда только за тем, чтобы рассказать мне то, что все и так знают. Единственное, кого я знаю в этом министерстве. Что тебе нужно узнать, это кто твой начальник и то рабочее место. У меня от этой смерти работа только прибавилось. Что за... Куда столько работы? Хемнице мертвого. Значит, не может работать и должен быть уволен. Перед увольнением по инструкции он был должен сдать гербовую печать, передать секретную документацию, расписать шурнале о проведении инструктажа по технике безопасности, принести обходной лист с отметкой из Министерства библиотеки о том, что он сдал все книги. Но самое главное, он не сдал свой пропуск. Все его вещи должны были остаться у службы безопасности. Иди к охраннику на проходную, скажи, что я прислал я. Он даст тебе пропуск к Хемнице. Ага. Забрать пропуск из бюро находок. Поискать письмо в бюро находок. Да, кстати, возможно. Возьми карту Министерства библиотеки. Ты будешь шататься по залам до конца мира. Что тебе нужно? Так, все. Здрасте, вот и карта. Я понял. Мне ж типа сесть и поработать еще надо. Ладно. Ну, тут такой баланс нужен. Тут нельзя просто взять и целый день ходить и делать что хочешь. Тут нужно еще и поработать. 7.35. Ну, 7.35 еще вроде ничего. Сколько я должен заказов-то за день сделать? Никто не знает. Ладно. Я просто не знаю, сколько мне нужно будет по счетам платить. Если сериальчик стоит сотенку, то я думаю, что счета за квартиру будут гораздо дороже. Не забыть, где я запрятал. Не забыть, где я запрятал. Не запрятать, где я забыл. Вот этого я делать, наверное, никогда не буду. Даже за ачивку. Так, бюро находок это здесь. Програнятся вещи сотрудника, потерянные, изъятные. На каком основании вы производите осмотр? Я писал Магдаракович, я пришел за вещами в Хемнице. Забирайте, что осталось. Что случилось? Уже кто-то приходил за вещами? Коллега порылся, забрал какую-то коробку и ушел. Какой коллега? Не мое дело. Нет, нет, нет. В смысле не твое дело? Ко мне ты приколупался. Кто я и что я делаю? А другой чел пришел, и ты просто отдал ему коробку. Ты что, блин, лошара? Блин, ну что я за это удивляюсь? Конечно, он лошара. Посмотрите вещи. Это письмо для Ивана. О, это я заберу. Спасибо. Это я тоже заберу. Он не успел его сдать. Он умеет с одним имел. Стойте, погодите. А вот письмо, это можно было бы ускорить аккуратно, но к черту конверт. Нужно скорее узнать, что он написал. Информация. Погодите. Много вас ждет, конечно, все круто. Взлом рекомендуют. Это-то-то-то. Я сейчас, наверное, зря где-то что-то сделал, да? Так, ладно. Расспросить коллега в биометрическом сейфе на слите Redgrave. Взломать любой терминал, отдать пропуск. Динфо. А вот это, почему мне не дается плюс 25, для 25, плюс 25? Получить письмо от отца, расспросить ракович, забрать письмо из бюро находок, расспросить коллега в биометрическом сейфе на слите. Града 50. Отдать пропуск. Взломать терминал. Что хотел? Вы не против, если я тут постоянно на целом день сидит, что девушка, как хочется, сколько поболтать? Валяй. Режиме питания. В целом, не стоять на пасту, наверное, и перекусить некогда, скидывая проблема. Как вы укручиваетесь? Не ем. Совсем? Ну, да штрафую тетку Марвиц на пирожки, иногда я конфискую. Не боитесь травиться? Я ничего не боюсь. Я делал дерьмо на фронте, я жрал дерьмо, был дерьмом, а сейчас я в безопасности. Честно говоря, просто кто-то спросил. Ладно. До свидания. Надо будет с ним тоже поговорить, кстати. О какого у меня новая инфа появилась? Хорошо, давайте пропуск отдадим. Тут тоже есть растения в горшке. Погодите, я спрятал туда что-то или нет? Мне показалось, что я положил коробочку. Яночка, это я из растения в горшке так-то вытащил эту коробку? О-о-о. Это я так протупил хорошо? Знатно просто протупил. Хорошо, ладно, я понял. Надо быть внимательнее. Это игра, в которой нужно быть внимательным, блин. Хорошо. Просто великолепно. Замечательно. Лучше быть и не может. Нужно собраться. Так. Это мы сейчас пойдем к Раковичу. Отдадим. Блин, Крякович. Отдадим пропуск. Она меня пошлет нафиг. Я пойду по... Работаю? Уже 7.05? Так уж что. Нет, иди ты к черту. Да ну тебе нафиг, блин. Каждый раз по часу очередь ждать. Это... Это столько у меня рабочего... Я понял, с какого мне времени осталось это... Отдать пропуск. На, я принес пропуск. Давай его сюда. Наконец, можно будет его уволить. Хорошо, что он не был должен в книге в билютех. У нас есть... С этим очень серьезно. Теперь его квота на повышение освободилась. Квота на повышение? Его должны были перевести на другой этаж. Теперь его место свободно. Кажется, собака будет стараться занять его. Теперь личное дело Хеминца готов к передаче в архив. Только вот... Только что? Только курьер опять... И... Все сдал. Не все сдал. Ему все равно. А нас потом за утрат документов, содержащих Гастайну, наградят. Посмотрите в тележке у рабочих мест. Если найдешь, неси мне. Что еще? Закончит. До свидания. Фиг ли я для тебя делаю одолжение и каждый раз по часу в очереди стою. Знаешь что? Можешь куда пойти? Надо пойти денег за... А в тележках бесплатно? Фиг ли бесплатно. По 10 минут копаться. У-у-у, здравствуйте. Добрый день. Привет. Почему тебя раньше? Я не знаю. Тут работаю. Меня зовут Эван. Эмахазар. Очень приятно. Обо всем. Любимый сериал. Страсти по вождю. Работа не сняла. Скажи мне по своей работе в Министерстве. Работать всего полгода. Готовлю документы. Пишу отчет. Собираю статистику. Сочиню доклады. Понятное. Додектирую приказы. Большевая корреспонденция. Написываю пакет. Принимаю пакет. Распределяю пакеты. Я понял. Еще опаситель никто не отменял. Они идут и идут. Ну не так. По мелочи. Че се. Да ты не затыкаешься. А что делать? А что делать? Деньги-то нужны. По вечерам правда падаю без задних ног. Но может быть удастся найти тут мужа. И тогда я смогу бросить эту каторгу. Про хемница. Про хемницу. Что случилось с хемницей? Я не могу говорить об этом. Извини. Флиртовать? Че делаешь сегодня вечером? Как обычно. Делаю то, что не успела по работе. Посмотрю сериал и лягу спать. Неужели такой красивый одежды больше нечем заняться вечером? Кроме работы и сериалов. Она бы хотела чем-нибудь заняться, если бы компания была приятна. У меня есть какие-то предложения? В подсобку! Ладно. Счет вечера пока нет. А вот прямо сейчас. О чем ты? Со всеми там в этом городе один. Никого рядом. Никого. Кто бы мог согреться им тепло. На что ты намекаешь? О, а что это такое? Пойдем в подсобку. Проверишь. Редкрейв, да ты нахал. Ты же вроде женат. За чем ты вообще взял, что я с тобой пойду? Взрослые и свободные люди. Почему нет? Кроме того. Какие деньги? Иди нафиг. Проверишь. Хельница. Закончить разговор. Хорошего дня. Пока. Так. Хе-хе-хе-хе. Это твой терминал. Взломать. Да и столик тоже можно взломать. О, мне все-таки дали 50. Почта. Так, как можно это все? Вот так можно это все. Штраф должников к ответу. Вам несено предупреждение за допущенную ошибку в заполнении еженедельного отчета. Штраф 300. Повторить ошибку будет занесено в личное дело. За минувшую неделю очередная партия вредителей, не оплативших счет за коммунальные услуги, отправилась отрабатывать свой долг на шахты государства, где они проведут 5 до 20 лет. Министерство социальной защиты предупреждает оплату коммунами счетов, священный долг граждан. Я тебя понял. Назад. У тебя двое мода за апрель 85-го. Мои малыши, у нее двое детей. Я и данные удалены. Какой-то чел, который когда-то был ее мужем. Я понял. Я могу ломануть ее стол? Обучающий брошюру 30. Три способа разговаривать, слабительные. Все, мне пора сюда. У меня вообще мало времени на работу осталось. Завтра буду искать... Блин. Эм, женатые мужчины не рассматриваются. Так выматывает себя наверняка и очень нужны деньги. Одобрение. Одобренный государственным сериал. Единственная радость в жизни. Угу. А что это за три сердечка? Угу. Вот она вернулась. Я пойду поработаю немножко, ребят. Потому что если у меня не будет денег, это будет просто звездец. Я хотел бы получить оружие. На наших улицах появились агитационные машины. Их громкость превышает все доступные нормы. В нашем доме полопались стекла. Жалоба, да? На наших улицах появились агитационные машины. И громкость превышает все доступные нормы. Вы противоагитационной деятельности? Нет? Что вы? Я понимаю, важность воспитания патриотических чувств. Но нельзя они немного упавить. Громкость. Жалоба патриотизма, агитационные же машины. Сегодня вторник, 7 мая. Во вторник... Ай, блин, кабинет это пролистывать можно! Черт! 645 кабинет, во вторник работает. На, держи. А почему... Почему не жал... Да ну вы... Это ж была жалобанной... Прошу прощения. Прошу принять меры против директора театральной группы «Разбитые дороги». Они зовут в актера-инвалидов. Потом истязают их, чтобы игра была реалистичной. Одному актеру попугай опухолазы выклют. Это ни разу не смешно, но это смешно. Так, прошу принять меры против директора. Против директора это донос. Театральные трупы это... Культура и спорт. Ими директора. Мера Розенблат, она еще и оркестровую яму использует для постановки «Спартанцы» и их непутевые дети бросают бедных лицедеев прямо в трубочек. А в 404 кабинет во вторник работает... Да! Хоть так, спасибо, блин. Так, хорошо, дальше. План 3 надо выполнить. Награда 100, я понял. Добрый день, я принесла образец новой спортивной формы нашей сборной по военному ориентированию. Сборная – это спорт. Принесла информация, да? Принесла образцовой формы. На следующей неделе ожидается наступление западного фронта, и там и новая форма придется им по вкусу. Информация, спорт, 588-й, давайте ниже, 647-й, 769-й во вторник не работает. 919-й во вторник работает. Да! Ха-ха-ха, еще одно. Добрый день, мне с детьми выделили квартиру в доме по улице Блокополучия. Квартиру выделили. Но когда мы туда пришли, в нее же жила какая-то семья, и она нас не пускает. А это... Я почтенный донор, моя кровь течет в тысячах наших бойцов, и что мне теперь детей под юбкой прятать? Разберитесь с этой ситуацией. Это... Это жалоба? Жалоба... Социальную заботу... Терриста... Первый во вторник работает... Да, и это правильно! А-ха-ха! План выполнен. План 5. Ну давайте посмотрим. Вчера в газете были напечатаны портреты главных террористов. Один из них, этот террорист, ужасно похож на меня. Не жена вы к нам не из дома, а родители отвернулись. Мне приходится шарахаться от каждой тени. Я сюда чудом прорвался, но ведь я ни в чем не виноват. Какая-то мне справка о том, что я не террорист. Запрос... У вас есть родинка на ягодице? Что? Ничего, извините. Ну ладно, запрос... Порядок... 357-й... Сегодня не работает. 525-й... По вторникам работает. Все верно. А как я реально не знаю, что он... Узнаешь, что он не террорист? 5 бланков, еще 2 часа, да? Так, это письмо. Запрет массовых рассылок. Так, объявление окончательное... Объявлено окончательный запрет на проведение массовых рассылок без доступа уровня т-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Запрет массовых рассылок. Я понял. Наверное. Амарий Гори Мазаровича говорил? Еще 5 бланков. Попробуем. Здравствуйте. Девушки нашего общежития откликнулись на призы Министерства Патриотизма и добровольно собрали 100 пар капроновых чулок для производства парашютных строп. так хорошо лучше будет лучше будем с голой попой на родина получит стропы туда их можно сдать информация социальная заботка ты патриотизм 154 не полу а до получится 64 да не тот бланк министерств правильный кабинет правильный мы информация наш прошло куда сдать почему нет то ладно по себе вчера на работе проводили митинг в поддержку директива номер 67 38 7 и всем раздали значки с изображения вождя а мне нет что я скажу своим детям что я хотел с почетный осензатор 31 квартала не достаю значка прошу разобраться почему-то значка запрос патриотизм и 79 по вторникам работает пожалуйста быть правильным да почему нет то правильно блин меня это вообще бесит почему нет этаж баба вот все к патриотизм за что тогда отвечает патриотизм и как пустыне без дождя такие люди без вождя что-то вождя любить не будет скорее скоро белый свет забудет либо объяснить и объявить в чем дело не думаю про себя думаю лучше про вождя сейчас позову охрану надо охраны мне просто сказали принести новые лозунги для митинга вот решила на вас начала поработать как вам впечатляет правда вот последний список на вот полный список это информация на 12 листах согласованный и согласован утверждена информация но это же патриотизм если это не патриотизм я не знаю что будет давайте 606 кабинет спасибо блин дальше здравствуйте я принесла писание своего изобретения бигуди из винтовочных патронов все все оформлено про нумерованные подшито можете принимать в архив я принесла описание своего изобретения погодите выберите обращение есть запрос запрос чего запрос я хочу узнать то-то сё-то да да жалоба я жалуюсь на то-то сё-то донос я жалуюсь на такого-то такого-то информация вот я принесла вам информацию до описания свое изобретение информация изобретение это наука 78 кабинет пойдешь во вторник он работает да это информация фу блин я разобрался вроде как только я об этом подумал сейчас начнется какой-то так хорошо добрый день я вахтер и принесла реестр противоправных деяний жители подъезда номер три дома номер два в тупике граничного развития на эту неделю красным отмечены кандидаты что блин бабка иди убейся реестр принесла реестр противоправных деяний принесла информацию ты же не жалуешься ни на кого ты принесла информацию до хорошо на кого противоправные деяния порядок 101 кабинет кто работает по вторникам да это каким-то образом работает есть еще один бланк или нет пожалуйста черт я не могу потратить еще мне бы не помешало еще там награда будет 100 блин как неудачно то ладно надо работать лучше то с чего начиналась серия этим же она и заканчивается нужно работать лучше а то как-то что от нас еще хотят наследие расспросить коллег и найти папку секретными документами я не знаю сколько времени у меня три пятнадцать осталось на работе ладно давайте в пяточку время у нас в реальной жизни поджимает поэтому на этом будем заканчивать спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек и всем покида а и а и и и и и и и